Сегодня на повестке дня перловая каша со свининой и с грибной икрой. Ещё поджарка из морковочки и ручка будет. Итак, нужно два пакета перловки. Пакеты по 900 грамм. Один пакет. Второй пакет. Теперь крупу нужно тщательно промыть и замочить водой, чтобы она разбухла. Килограмм лука и килограмм моркови нужно пассеровать на растительном масле. Так, масло вот такое обычное. Лук сейчас режу кубиками. Морковку тру на крупной тёрке. Пассерую. Когда пассеровка будет готова, в неё положу грибную икру. Пассеровка готовится. Сейчас перемешаю. Теперь нужно заняться мясом. Так, у меня свинина. Общий вес я посчитал 5 килограмм 652 грамма. Значит, нужно сейчас мясо из пакетов вынуть. Под холодной водой его тщательно промыть. Порезать на мелкие порционные кусочки. И сделать предпосол. Предпосол 1%. Ну, в принципе, и всё. Мясо нарезаю на порционные куски. Крупно. Здесь не надо резать. Это не тушёнка. Здесь нужно помельче. Так будет вкуснее. Так. Ну вот, примерно, смотрите. Вот такие вот кусочки я режу. И будет нормалёк. Так. Ну так, хорошо. Вот на такие вот кусочки нарезаю всё мясо и делаю предпосол. Так. Пассеровка, в принципе, готова. Открыл я 4 пакета икры. Это икра из лесных грибов. Как её сделать, ребят, я оставлю ссылку в описании на видеоролик. Посмотрите. Готовил мой друг, Женёк. У него на канале. Можете посмотреть. Но икра просто божественно вкусная получается. Всё. Перемешиваю. И пусть ещё немножко потомится. Перемешал пассеровку с икрой. Пусть потомится чуть-чуть. Так. Мясо готово. Отмерил соли. Посолю. Сейчас перемешаю и пусть где-то полчасика постоит. Итак. Прошло около часа времени. Мясо уже просолилось. Перловка хорошо разбухла. Я слил воду. Ну и готова уже здесь пассеровка с грибной икрой. Теперь всё это нужно смешать. Беру кашу, ну вернее крупу и сюда её прямо в мясо. У меня есть рецепты. Можете на канале посмотреть. Там где я делаю всё по отдельности. В пакет накладываю всё по отдельности. А это рецепт, где все ингредиенты сначала смешиваются, а потом раскладываются по пакетам. И описание к видеоролику читайте. Я там укажу все граммовки. И сюда же отправляю пассеровку с икрой. Опа. Так. Всё. Сюда больше ничего добавлять не надо. Это нужно сейчас тщательно перемешать. В пакет я буду добавлять ещё воду, сливочное масло и соль. Так. А сейчас нужно перемешать. Всё. Тщательно перемешал. Обратите внимание, что в этом рецепте используется грибная икра, в которой уже есть разные приправы. И также она солёная. Поэтому по поводу соли. Предпосол мяса 1%. Далее грибная икра, уже солёная. Вы попробуйте на вкус, когда у вас всё дело получится. И таким образом в пакет, в каждый пакет, я буду класть ещё 1 грамм соли. Ну, можно также и в общей массе, в принципе, посолить. Чисто по вкусу. Тоже без проблем. Так, работаю через весы. Воронка с длинным широким носом. Устанавливаю на весы. Обнуляю. И закладываю 330 грамм вот этой смеси нашей. Получается, тут довольно-таки мясное будет прям. Мяса очень много. Ну, это и неплохо. Это и неплохо, когда много мяса. Это хорошо. Ну, а так, там смотрите, сами, ребят, корректируйте. Можно крупы побольше. Тут уж как хотите. Мне вот нравится так, я делаю так. Так, 330 грамм. Есть. 10 грамм кусочек сливочного масла. Так. Обнуляю. И 60 грамм воды. 60 грамм воды. И сюда сейчас еще положу, забыл, на кухне, 1 грамм соли. Читайте описание под видосом. Там все граммовки, все будет. Все. Вот таким образом каждый пакетик накладываю. Хоть крупа была предварительно и замочена, но все равно добавляю воду. Плюс еще здесь вся вот эта смесь, она не сухая, да, из-за икры, из-за пассеровки. Плюс еще мясо даст свой сок. И крупа, она еще по-любому при стерилизации разбухнет. И каша получится не сухая. Я вот сухую кашу не люблю. Когда ее выкладываешь, она как это, ком такой. И все. Я люблю, чтобы каша была такая прям сочная, хорошая, а не сухая. Ну все, таким образом накладываю. Все пакеты. Все пакеты готовы. Наложил. Подсказка вам, ребят, небольшое. Масло в самом конце кладите, когда все пакеты уже положите. До этого пусть масло лежит в холодильнике. Иначе оно растает, и вы эти кусочки никак не положите. Понимаете, да? Вот. В каждый пакетик масло потом раз-раз-раз покидал по-быстрому. И все. Так, теперь что? Запаиваю пакеты. Включаю запайщик на восьмерку. На всю. Запайщик у меня импульсный. ПФС-305. Мощность 600 Вт. Ширина запайничного шва 8 мм. Так, вот так вот берем слегка подгинаем и выше отрывной линии запаиваем. Я пропаиваю с двух сторон. По этому же шву только с другой стороны. Шовчик получается очень ровный, без заломов. Не знаю, будет видно или нет. Потом, может, поближе покажу. И все. Следующий также. Раз. Чуть-чуть вот так подогнули. И сюда его. Перевернули. И с обратной стороны. А после того, ребят, как пропаяли, нужно сделать вот так вот. То есть, немножечко перемешать содержимое. Ну, в принципе, и все. Этого достаточно. Ну, и таким образом, все пакеты запаиваю. Все быстро. Главное, делаю все аккуратно. Ну, когда уже рука набита, Все это происходит довольно-таки быстро. Запаиваю все пакеты. Вот давайте, ребят, немножечко поближе покажу. Вот там содержимое. Чуть-чуть слегонца подгибаю. Вот, подогнул, да? Видите, какой шов получается? Ни одного заломчика, ничего нет. Все супер ровненько. И так же с другой стороны. Вот. Ну, и шов просто идеальный. Красота. Да и только. И теперь так потрясти. И все. Все готово. Ну, вот и все. 34 пакета готовы. Осталось дело за автоклавом. Сейчас буду укладывать. Укладываю я как? Сначала на фольжно ставлю их вот так. Потом сверху кладу дном вверх. Вот так. И потом еще два ряда лежа. Всего 36 пакетов входит, но у меня 34 получилось. Так что все нормально. Вот автоклав. Работать буду на электронном блоке управления. На воде. Так, ну что? Укладываю пакеты. Прижимаю. И запускаю в работу. Все пакеты в автоклаве. Воды тоже залил. Сейчас покажу. Так, 36 градусов температура воды залита. Автоматический режим. Среда водяная. Продукт. Я ставлю всегда рыба. Потому что здесь подходящие мне параметры. Банки 0,35. А параметры вот такие. 115 градусов 50 минут. Все. Пошел нагрев. Когда нагреется до 90, то я закрою крышку. Когда вода нагреется до 90. У меня здесь клапан на 3 бара. Если у вас клапан на 1,5, то крышку закрывайте, когда вода нагреется до 98. Вот так вот я налил воды. И получается, знаете как? Сейчас покажу. Вот. По низ ручек. И крышка просто вот так лежит. Не закрываю я ее. Как 90 будет, закрою. Повторяюсь. У меня 3 бара подрывник. Если у вас подрывник 1,5 бара, то закрывайте крышку, когда будет температура воды 98. Так. Температура 90. Закрываю. Ну и все. Теперь до 115 дойдет. Включится обратный таймер. Когда 50 минут стерилизации закончится, автоматика отключится сама. Температура 115. Обратный таймер включился. А по давлению, вот смотрите сами. Ну где-то 1,2. Ну в конце стерилизации еще покажу, до скольких давления поднялось. Стерилизация завершается. Вот осталось буквально 2 минуты. Смотрите по поводу давления. Полторашка. Поэтому я и говорю, если у вас стоит родной подрывник на 1,5, то закрывайте крышку на 98. И тогда выше 1,4 подниматься давление не будет. Сейчас автоматика выключится. И автоклав я оставлю до 70 градусов остывать. Раньше его открывать не надо. Я всегда открываю при 70. Все всегда нормально получается. Пакеты всегда все целые. Все хорошо. Фух. Дома только жарко. Вообще на автоклав хорошо бы рубашку тоже такую, как и на самогонный аппарат. Чтобы и теплопотери меньше были, и нагрев быстрее. Надо что-то придумать. Что-то сообразить. Чем-то укутывать. Ну просто одеялкой укутывать тоже, кстати, можно. Проблем никаких нет здесь. Вот. В скорости буду еще гречку делать. Очень тоже вкусно. Гречневая каша мне нравится. Тоже с мясом. Тоже с поджаркой. Вообще нужно уже заготовкой грибов заниматься. Ну или икорку грибную делать, или еще что-то. Можно, конечно, и вместо этих лесных грибов использовать шампиньоны. Но от них все равно не такой аромат, как от лесных грибов. От лесных грибов аромат и вкус будет поинтереснее, ребят. Так что сейчас вот пока время грибное, скажем так, уже началось. Надо заготовками заниматься. Так, ну все. Все, остывание. Примерно за 5-5,5 часов автоклав остывает до 70 градусов. Так, температура чуть ниже остыла. 70-66. Давление на нуле. Все отлично. Открываем. И как видите, друзья, вода чистая. Никакого жира не плавает. А значит, все хорошо, все пакеты целые. Но сейчас я их доставать не буду. Пусть до утра остынут. Вода сейчас горячая. Автоклав мне не нужен. В данный момент. Пусть стоит, остывает. А так, в принципе, можно и сейчас уже воду слить и доставать пакеты. Ну что ж, братцы. Самый интересный и самый волнительный момент. Это дегустация. Все 34 пакета я достал из автоклава. Протер их. Все посмотрел. Все пакеты целые. Нигде ничего не порвало. В общем, все как всегда. Все на высшем уровне. Так, ну и что ж. Пришлось время, пришло время продегустировать. У меня много рецептов перловой каши с разными вариациями. Я и так делаю, и так, и так, и так. Разное количество засыпей ингредиентов. Ну, по громовкам, по-разному. То смешиваю, то не смешиваю. То с тем, то с тем. В общем, очень у меня много всего интересного. И поэтому всегда интересно что-то новое дегустировать. Это дистиллят из гречки. Настоянный на белых сухариках. Так, ну что ж. Возьмем, скажем так, пакетик. Ну, порция получается прям такая очень серьезная. Того гляди. И в одно лицо прям и многовато. Прям серьезная порция получается. Ну, я в принципе и хотел так. Ну, здесь вот эти 34 пакета получились с просто огромным количеством мяса. Ого, здесь получается очень много мяса. Ну, ничего, как говорится, кашу мясом ох, аромат не испортишь. Ммм, какой аромат, ребята. Какой аромат. И вот я уже вижу, что каша не сухая. Каша влажненькая. Куда, куда, куда сейчас на стол. И это, и это меня очень и очень радует. Сухую кашу не люблю вообще, от слова совсем. Вид просто бомбический. На вид это просто бомба. Это, это просто, это просто божественно. На вид это просто божественно, ребят. Да еще, ребят, подстаканчик, а? Ну, это просто что-то с чем-то. Не, серьезно. Аромат просто сказка. Просто сказочный. А кашка очень влажная. Мокренькая. Ну, сами посмотрите еще раз. Их жалко, не передает камера аромат. Ну, что тут. Грибная икра дала и свою ароматику, и свою вкусовщину. Блин, это просто. Я думал, вот по перловке будет маловато, слишком много мяса. Ну, кстати, нет. Вполне себе нормально. Много мяса, это хорошо. Ну, что ж, ребята, давайте за это выпьем 50 грамм. За вас, быть добру. Поехали. И закусим. Это божественно, ребят. Это просто божественно. Это не каша. Это пища богов. По соли тоже идеально. А я еще, дурак, думал, о, что-то мяса многовато. Не-е-е. Прям в тему мясо. Для тех, кто любит. Можно еще поперчить. Я в общую кашу перец не кладу, потому что кто-то любит, кто-то нет. У меня жена, допустим, не любит перченое. А так уже можно отдельно себе в тарелочку раз перчика, допустим, посыпать. Ну, это вкусно. Это очень вкусно, ребят. Такой вкуснятины можно язык проглотить. Так что берите рецепт на заметку. Как вы видите, в реторт-пакетах все чудесно получается. Все великолепно. Так, надо закрепить результат. Сейчас, ребята, немножечко попробую поперчу. Я перец люблю, но не сильно. Но сейчас чуть-чуточку поперчу. Немного поперчил. Я, кстати, по поводу пакетов смотрел принтер такой маленький с термонаклейками. Ну, зараза, дорогой. Самый там такой более-менее где-то тысячи три с половиной стоит. Плюс наклейки еще столько же. Но очень дорого. Я просто беру, допустим, вот пакет, да, прям подписываю. Просто маркером. Перловка. Со свининой. Со свининой. И. Грибной. И крой. Вот. И все вот так пакетики я подписываю. Маркер стоит 20 рублей. Это дешевле. Чем принтер. Хотя это, пускай, и не так красиво, но и пофиг. Ну и пофиг. Зато дешево. И сердито. Вот, ребята. Вот таким образом. Так, не тот пакет взял. Е-мое. Хо. Вот таким образом подписываю. И все. Все красиво. Чтобы ребята знали, что кушать. Допустим, я же не только перловку готовлю. Я готовлю и гречку. Я готовлю рис. Я готовлю просто тушенку. Ну, чтобы приготовить можно было там макароши, допустим, да, по Шурику там. Вот. И поэтому я всегда подписываю. Так, ну что ж, поперчил. Быть добру. За вас. Хороший стилятик. О! С перчиком. С перчиком хорошо. Но, опять же, не все любят. И не каждому можно. Ну, вот масло сливочное обязательно. Оно прям очень дополняет вкусовщину. Вот еще готовят перловку, а морковку не без морковки, только с одним луком. Я вот не люблю. Я люблю, чтобы с морковкой. Как-то, как по мне, с одним луком не то. Ну, у всех вкусы разные. Мне вот эта небольшая слащавость от морковочки очень нравится. Песня. Просто песня души. Кто такой каши не едал, тот жизни не видал. Кодистиллят домашний из риса не пивал, тот жизни не видал. Так что берите рецепт на заметку. Я еще хотел, вот ни разу не пробовал, а фасолю делаю. Ни разу не пробовал пшено так делать. Надо попробовать. Может тоже вкусно будет, кто знает. Ну, порции, я скажу, прям нормально так пожрать. По любасу прям нормально мужику так кусовнуть. Ой, очень вкусно. Ну что ж. Еще по одной. И будет вообще супер-пупер. Закрепим третий. Поехали. Очень сытная, нажористая каша. Я уже прям офигенно наелся. Вообще из всех каш, как по мне, вот перловка самая тема. Она самая наедучая и вкусная. Супер-каша автоклаваша. Ой, душевно я продегустировал сегодня. Просто обалденно. Кайф. Все, ребята. Дегустацию я завершил. Всем пока. До новых встреч. Жду комментариев. А вы ждите интересных видосов. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова